Следить за своим здоровьем, даже если на первый взгляд кажется, что все в порядке. По-хорошему, этому должны каждого из нас еще в детстве научить родители. Тем более, что и возможности сегодня есть. Практически 10 лет в нашей стране проходит массовая диспансеризация населения. Что у вас? У вас общий анализ крови на рак и холестерин, сахар. Это вот 103 кабинет. Сдать базовый набор анализов, пройти обследование и консультацию терапевта и некоторых узких специалистов. Обеспечить себе профилактическую защиту от нескольких самых опасных инфекционных заболеваний. И все это сегодня может сделать любой ирбичанин на базе Центра здоровья Ирбитской ЦГБ. Было бы желание и 2-3 часа свободного времени. Предоставляется такая возможность пройти диспансеризацию, посетить всех специалистов. И узнать о своем здоровье больше. И если что-то не так, то вовремя подкорректировать. И что важно, возможности проверить свое здоровье здесь постоянно расширяются. Нововведения последних двух недель. Онкоскрининг. Процедура сегодня все более актуальная. Тем более, что времени много не занимает. А вот значение для любого человека может иметь жизненно важное. Наблюдаются увеличения заболеваемости. Наблюдаются увеличения заболеваемости уже в поздних стадиях. Поэтому онкоскрининг, он как раз направлен на то, чтобы на ранней стадии выявить настороженность и принять вовремя меры. Тем более, что и сами врачи говорят, в обычной жизни, даже регулярно проходя профосмотры, например, у стоматолога, мало кто из пациентов задумывается о необходимости проведения подобного обследования. Нет. Немногие, к сожалению, именно на онкологию с таким запросом. Но мы проводим это как ирбичане, как и любые пациенты. Они приходят на осмотры раз в полгода. Многие, которых я знаю, которые ко мне приходят. И профилактические осмотры мы делаем. И если выявляем, то, естественно, мы сообщаем. Не удивительно, что такую возможность многие ирбичане оценили. Так что в минувшую субботу, когда в Ирбитском центре здоровья, этот скрининг проводили специалисты. Желающих пройти обследование было почти в два с половиной раза больше, чем обычно. И врачи это оценили, вручив каждому сотовому пациенту небольшой сувенир. Самое главное – приходите к нам на диспансеризацию. Мы вас всех приглашаем, ждем, чтобы вы всегда у нас население города Ирбита и Ирбитского района были здоровы. Спасибо. Ну а тем, кто центр здоровья еще не посетил, медики рекомендуют запланировать такой визит на субботу, 18 ноября. Здесь снова будут работать врачи-онкологи. Не получается следить за своим здоровьем и минимизировать риски возникновения онкопатологии. Можно и в любое другое время. Есть рекомендации, по которым необходимо людям старше 40 лет, мужчинам в частности, проходить кабинет мужского здоровья, курологу, простатспецифический антиген, ПСА смотреть, последить за простатой. Ну и желательно и мужчинам, и женщинам хотя бы раз в год, либо раз в два года делать колоноскопию. Тем более быть настороженными тем, у кого есть в анамнезе, у родственников онкологические заболевания, злокачественные. То есть имеется предрасположенность. Продолжение следует... Продолжение следует...